привет друзья вы на канале неизвестная история россии мифы и факты тема этого ролика была ли отечественная война 1812 года восстанием крестьян нередко сейчас утверждается что в 1812 году не было никакой попытки вражеского завоевания россии армии наполеона якобы сам российский император александр 1 пригласил наполеона для того чтобы справиться с волнениями своих крестьян некоторые пишут еще и так мол не владел александр 1 москвой хотелось ему ее завоевать вот и призвал наполеона вместе они сожгли москву и александр стал царствовать над всей россией а было тут прежде великая дед артария вряд ли стоит опровергать этот миф по деталям у самого этого мифа нет ни малейших фактических оснований поэтому просто не станем влезать в этот абсурд но есть и такой факт как учащение крестьянских бунтов против помещиков в 1812 году этот факт требует объяснений в связи с обычной излагаемой в учебниках версии всенародной войны против завоевателей главнокомандующий русской армии кутузов 7 октября 1812 года уже после оставления москвы направил отряд регулярных войск для усмирения крестьян княгини хованской сделал он это по личной просьбе княгини 19 октября кутузов приказал начальнику боровского уезда калужской губернии подавить волнение среди крестьян по всей строгости закона для облегчения этой задачи главнокомандующий предоставил военный отряд и было это в период согласно всем историческим документам и воспоминаниям самой напряженной борьбы с наполеоном 9 ноября 1812 года преследуя наполеона кутузов тем не менее отрядил воинскую часть для расправы с бунтующими мужиками села романово на смоленщине это только незначительная часть всех крестьянских выступлений 1812 года только те о подавлении которых отдал личное распоряжение кутузов поскольку эти выступления происходили в полосе действия его армии а сколько их было еще по разным губерниям историкам давно известно что во многих русских деревнях приход наполеона вопреки церковной пропаганде уверявший что наполеон это сам антихрист воспринимался как предвестие освобождения от крепостной неволи и не потому что крестьяне связывали с именем наполеона что-то определенное нет скорее это было предчувствие возможных изменений государственного порядка любое изменение при беспросветной жизни дает надежду на то что это изменение к лучшему потому что к худшему кажется меняться уже дальше некуда если бы александр первый признал себя побежденным после того как наполеон занял москву или если бы русская армия была разгромлена то царю и вправду пришлось бы скорее всего отменить крепостное право потому что военные поражения всегда становились стимулом реформ в россии подрывая моральные основы прежде существовавших порядков получается что наполеон объективно был союзником русских крестьян и поражение россии в 1812 году парадоксальным образом могло принести крестьянам свободу от крепостного права если бы все крестьяне так считали то так скорее всего бы и произошло но дело в том что крепостное право которое рисуется нам в учебниках как нечто однозначно ужасное было на самом деле очень разнообразным своих проявлениях никогда недовольство крестьян существующими порядками не проявлялась одинаково на всей огромной территории россии чаще всего их положение и их настроение зависели от субъективного фактора от личности того или иного помещика и если где-то встречались злые жестокие помещики помещики самодуры то все же большинство их было людьми нормальными и понимала что благосостояние их самих напрямую зависит от благосостояния их крестьян поэтому и не было у крестьян недовольство крепостным правом как таковым объекта мечты крестьян о лучшей жизни чаще всего было не свобода от крепостной зависимости как таковая а чтобы барин у них в конкретной деревне был добрый только и всего отсюда и спорадическая география крестьянских выступлений 1812 года где-то крестьяне были сильно недовольны своими хозяевами и нужен был небольшой внешний толчок чтобы это недовольство выплеснулась наружу в большинстве же мест такой степени недовольство не наблюдалось историкам известное то что крестьянские выступления 1812 года имели еще один мотив существенно отличавший их от подобных выступлений в иные годы это был мотив патриотический крестьяне стремились участвовать в защите родной земли от неприятеля отмечены факты что крестьяне которых в 1812 году забирали в рекруты плясали от радости хотя в остальное время рекрутщина падавшая по жребию считалось одной из самых тяжких повинностей событием ломавшим всю жизнь крестьянина те же из крестьян кому не посчастливилось быть забранными в армию хотели добровольно вступить в народное ополчение и вот тут-то возникла коллизия царское правительство не желало вооружать такое большое количество крепостных крестьян мало ли против кого не это оружие повернут а тут еще по деревням распространялся слух будто крестьянам записавшимися в ополчение дадут волю естественно такие слухи порождали волнение большинство крестьянских бунтов 1812 года было вызвано как раз такими настроениями и ожиданиями части крестьян но если не было в 1812 году сплошного крестьянского восстания это не значит что его не могло быть кое-что зависело от поведения самого наполеона император французов заняв москву находился в патовой ситуации царь не хотел с ним мириться наполеон не знал что предпринять дальше и одно время задумывался о том чтобы издать манифест об освобождении русских крестьян об этом есть серьезные мемуарные свидетельства да и признание самого бонапарта наполеон даже приказал доставить и перевести ему на французский язык документы московских архивов касавшиеся пугачевского бунта он также беседовал о возможной крестьянской революции с владелицей модного магазина в москве мадам обер шальме давно живший в россии и как казалось наполеону хорошо знавший эту страну впрочем уже сам выбор советника показывал поверхностный характер интереса наполеона к этой затеи манифест о крестьянской свободе он так и не издал впоследствии сам наполеон объяснял это так мол он не мог бы одной угрозой крестьянского мятежа заставить императора александра пойти на мир но наполеон не стал этого делать так как крестьянское восстание если бы она разразилась обрекло бы на гибель и страдания сотни тысяч лучших русских семейств короче император французов не хотел звать себе на помощь революцию или русский вариант жакерии император хоть его титул сам был революционного происхождения остался императором но было очевидно и другая причина почему наполеон воздержался от воззвания к русским крепостным крестьянам такое воззвание имело шансы быть услышанным в самом деле какой властью он мог бы отменить крепостное право ведь наполеон не был ни московским царем не каким бы то не было авторитетом для русского населения он был вождем иноземных захватчиков которые ежедневно грабили и убивали тех же русских крестьян добывая себе продовольствие и фураж наполеон как-то сказал о себе я никогда не делаю бесполезных вещей издание манифеста о свободе русских крестьян было бы именно такой бесполезной вещью без различия русского народа к такому манифесту чего с наибольшей вероятностью следовало ожидать еще отчетливее выявила бы беспомощность тупиковость положение в которой попал завоеватель для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбор выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии